Всем привет, меня зовут Илья Яшин. Вот как вы думаете, может ли в парламенте оказаться сумасшедший? Ну прям настоящий психопат, буйно помешанный. Да чего я спрашиваю? Конечно, может. Безумцев хватает и в России, и в других странах. В 90-е годы депутатом Госдумы, например, был Вячеслав Марычев, который приходил на заседание с накладной женской грудью и агитировал избирателей пить мочу. Да чего далеко ходить за примерами, просто посмотрите на Жириновского, у которого периодически сносят крышу. Поэтому давайте спрошу иначе. Может ли откровенный безумец попасть в Думу с помощью Единой России? Но все-таки партия самого Путина – репутация большой солидной структуры, где крупные чиновники решают судьбы нашей страны. Да, Единая Россия ассоциируется с коррупцией, с грабительскими реформами, поэтому единороссов принято считать жуликами, но точно не дураками и не сумасшедшими. Однако в реальности все немного иначе. Руководящий пост в Единой России занимает персонаж, который, кажется, вчера сбежал из дурдома – автор диких теорий заговора, идеолог агрессивного безумия, человек, от которого шарахаются даже сами сторонники Путина. И при этом уже много лет он представляет законодательную власть в России. То есть Единая Россия дала ему возможность писать законы, которые каждый из нас обязан исполнять. Как вы, наверное, уже догадались, речь про Евгения Федорова. Уже 20 лет он заседает в Госдуме и в этом году снова идет на выборы. На его примере мы с вами изучим, как Единая Россия проводит в парламент депутатов шапочки из фольги. И разберемся, зачем вообще власти такие депутаты, которые вызывают единственное желание – покрутить пальцем у виска. В чем тайный смысл? Устраивайтесь поудобнее, налейте себе чай, поставьте лайк и досмотрите видео до конца. Мы начинаем экскурсию в психиатрический диспансер партии «Единая Россия». Поехали. Итак, Евгений Федоров, 58 лет, член Центрального Совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, лидер НОТ, так называемого национально-освободительного движения. Вопрос, от кого депутат Федоров собрался освобождать нашу страну? От американцев, конечно. Он автор совершенно лютой теории заговора, которая предполагает, что Россия, только не смейтесь, прямо сейчас захвачена американцами, лишена суверенитета и является колонией США. По версии Федорова, после развала СССР иностранцы написали нам новую конституцию, установили здесь свои порядки и уже 30 лет тайно рулят Россией. Тут вы, наверное, спросите, а как же Путин? Получается, он возглавляет американскую колонию? Федоров объясняет, что Путин пытается этому противостоять, но ничего не может сделать. Потому что Центробанк его не слушается, правительство тоже выполняет волю США. И уже 20 лет Владимир Владимирович героически борется с этими негодяями, засевшими в кабинетах российской власти. Правительство России, правда, формируется самим Путином. Глава Центробанка назначается Госдумой, где большинство у единой России. Но эти мелочи депутаты Федоровы не особо заботят. У нас нет государства. У нас есть вассал Соединенных Штатов Америки по конституции. Такова воля российского народа. То есть это мы все время говорим, вы их вмешиваете в наши дела. Американцы нам говорят, так и должно быть. Выше наша провинция? Вы же не ругаетесь на Москву, что она вмешивается в дела Тамбова, да? В общем, теория у Федорова любопытная. По его логике, Путин одной рукой назначает в правительство врагов Россия, а другой рукой с этими врагами борется. Это противоречие депутаты ничуть не смущает. Потому что он и сам полон противоречий. Но вот смотрите. Федоров утверждает, что Россия стала колонией США в 91-м году. А чем же в то время занимался сам Федоров? Наверное, был в жесткой оппозиции Ельцину и пытался спасти СССР. Нет. В 91-м году Федоров был депутатом в Ленинградской области. Со стороны наблюдал за противостоянием Ельцина и ГКЧП и просто ждал, кто победит, чтобы принять сторону сильнейшего. После избрания Ельцина президентом России Федоров присоединился к его сторонникам. Прошел в Госдуму в команде демократов первой волны Гавриила Попова и Анатолия Собчака, которых в прессе называли могильщиками СССР. В 96-м году Борис Ельцин включил Федорова в состав своего консультативного совета. Потом он оказался в одной из структур администрации президента, которой тогда руководил Анатолий Чубайс. И в конце концов пошел работать в правительство. Вы же помните, да? Федоров уверяет, что правительство России с ельцинских времен было инструментом влияния США. Но почему-то очень не любит вспоминать, что он сам работал в этом правительстве в 90-е годы. Сначала в Министерстве финансов, потом в Министерстве атомной энергетики. Нынешний Федоров, наверное, плюнул бы в рожу тому Федорову из 90-х. Потому что нынешний Федоров считает, что 90-е России правили американские марионетки. А тот Федоров работал в правительственных структурах Ельцина. Сказочный долб... Зачем его только из больницы выпустили? Евгений Федоров стал одним из основателей «Единой России», приняв участие в ее учредительном съезде. Он вошел в руководство партии, а с 2003 года уже 18 лет подряд представляет «Единую Россию» в Госдуме. За эти годы он проделал большой путь от сторонника Ельцина до карикатурного империалиста. Забавно, что заметную, я бы сказал, драматичную роль в его судьбе сыграл Алексей Навальный. В феврале 2011 года депутат «Единоросс» Федоров согласился на дебаты с Навальным в радиоэфире, спорили про выборы. Федоров защищал «Единую Россию», а Навальный называл ее партией воров и коррупционеров. Дискуссия получилась удивительно яркой и вызвала огромный резонанс. Навальный просто уничтожил в эфире своего оппонента и в финальном голосовании получил поддержку 99% слушателей. Конечно, у нас гигантские успехи прямо связаны с «Единой Россией». Партия «Единой Россией» – это партия воров и жуликов. Каждый коррупционер в нашей стране стремится найти себе наилучшее убежище. В настоящее время наилучшим убежищем является партия «Единой Россией», которая дает политическую крышу. Вот видите, у вас опять вот такая как бы вещь, да? То есть вы абсолютно придуманы по слухам. Кстати, я напоминаю, что в КГБ существовал отдел слухов. Значит, все, я останавливаю СМС-голосование. Проголосовало 1354 человека. 99% поддерживают позицию Навального. 1% – Федорова. Униженный и опозоренный Федоров испытал такой шок, что, возможно, в тот самый момент у него и поехала крыша. Вскоре он выдвинул свою теорию о колониальном управлении России и начал собирать единомышленников. К концу года Федоров создал то самое национально-освободительное движение – НОД. НОДовцы постепенно превратились в одну из самых агрессивных политических организаций России. Они выискивали в российской политике, как им казалось, американских агентов и подвергали их яростной критике. Причем американские агенты Федорову мерещатся буквально везде – и в оппозиции, и во власти, и даже в ближайшем окружении Путина. В разные годы он называл представителями пятой колонны оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова, бывшего премьера Михаила Касьянова, министра образования Ливанова, министра финансов Силуанова, заместителя главы администрации президента Суркова. По мнению Федорова, пятая колонна пролезла не только в политику, но и в культуру. Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который критиковал власть, депутат предлагал лишить всех государственных наград. Ну а Виктора Цоя с группой «Кино» Федоров открыто называл агентом ЦРУ, песни которого писали кураторы в Голливуде, чтобы этими песнями смущать молодежь и разваливать СССР. Федорова настолько заносит в этой безумной риторике, что время от времени волосы встают дыбом даже у его вроде бы естественных союзников. Например, в 2017 году он выбесил одного из главных путинских пропагандистов – Дмитрия Киселева. В эфире своей передачи Киселев, ненадолго забыв о критике оппозиции, буквально обрушился на своего, казалось бы, соратника из «Единой России». Я не против дискуссий как таковых, но ахинеи сейчас несут так много, что в этом информационном шуме можно и утонуть. Вот, например, люди, вот депутаты Госдумы Евгения Федорова, словно бродячий цирк, колесят по Москве и вот опять же на этой неделе устраивали шумно-вялый пикет против якобы трампомании. Лозунг «Путин наш президент», словно с этим кто-то спорит. Но в то же время Киселев – трампоман, уже как чье-то авторское изобретение. Вот это я называю глупостью и информационным шумом. Впрочем, конфликт с Киселевым вполне укладывается в логику Федорова. Он считает, что это все тоже пятая колонна, которая пробралась на ТВ и только притворяется патриотами. Но вы посмотрите на этого Киселева. Он ведь еще недавно на Киевском телеканале работал и позировал в украинской национальной символике. Разве не понятно, что это тоже вражеский агент? В понимании Федорова, по большому счету, у России есть только два союзника, только два настоящих патриота. Это, конечно, Путин и он сам, Евгений Федоров. Остальные все какие-то подозрительные. По версии депутата, именно пятая колонна во власти инициирует вредные законы и грабительские реформы, которые дискредитируют Путина. Вашингтон навязывает нам всякую гадость, а президент изо всех сил отбивается. Есть тут только одна маленькая проблема. Критикуя агентов США во власти и грабительские реформы, депутат Федоров вместе с коллегами из «Единой России» почему-то все это поддерживает своим собственным голосованием. Вот буквально пара примеров. Федоров не раз называл руководство Центробанка западными агентами, которые работают против России в интересах международных финансовых организаций, в частности МВФ. В 2013 году Дума утвердила главой Центробанка Эльвиру Набиулину, которую члены движения НОД просто люто ненавидят. И как вы думаете, голосовал по ее кандидатуре депутат Федоров? Ну, наверное, против. Логично же. Что ж, открываем сайт Госдумы. Смотрим итоги голосования. Фракция «Единая Россия» единогласно «За». Депутат Евгений Федоров голосовал «За» Набиулину. Вот это поворот! Что же получается? Своим последователям из НОД Федоров рассказывает, что американцы назначили своих агентов в руководство ЦБ. А в реальности получается, что назначил их сам депутат Федоров вместе с коллегами из «Единой России». Еще один пример – пенсионная реформа. Федоров подвергал ее резкой критике и объяснял, что это антироссийская мера, придуманная в Вашингтоне и навязанная нам Международным валютным фондом. Каждого третьего пенсионера команда из Вашингтона лишит пенсии. Зачем? Вот никакой надобности для России в этом решении нет. Сторонники Федорова протестовали против повышения пенсионного возраста, обращались к американским властям с требованием вернуть нам наши пенсии, яростно критиковали международное сообщество. Ну а пока сторонники возмущались на улицах и в соцсетях, сам Евгений Федоров пришел на заседание Госдумы, выпил чашечку кофе в буфете и спокойно проголосовал за повышение пенсионного возраста вместе с остальными единороссами. Вскоре Путин подписал этот закон, но виноваты конечно не Путин и не Федоров, виноваты американцы. Такой вот депутат, друзья, что с ним не так? То ли хитрый жулик, который пытается оседлать радикально-патриотическую волну, манипулирует сторонниками и пытается сколотить на этом политический капитал. То ли действительно шизофреник, в голове которого живут две конфликтующие между собой личности. У вас какие версии? Но вообще главный вопрос, конечно, в другом. Зачем он нужен Единой России? Почему на каждых выборах получает поддержку партии власти и ему гарантируют депутатское кресло? Сложно ведь назвать его вменяемым. Неужели единороссы не понимают, что он наносит им публичный ущерб? Все они, конечно, понимают. Но у Единой России и у власти в целом есть потребность в таких людях, как Евгений Федоров. Ведь несмотря на свою риторику, он четко следует указаниям партийного руководства и голосует в Думе так же, как остальные единороссы, при этом выполняет важную работу по борьбе с оппозицией. Возглавляемое Федоровым движением НОД — это не просто сборище городских сумасшедших. Это агрессивная группировка, имеющая филиалы в разных городах. Активисты НОД устраивают провокации, организуют конфликты и зачастую идут на прямые физические столкновения. Такие группировки — это инструмент давления на тех, кто выступает с критикой власти. Оппозиционеры, журналисты, волонтеры систематически получают угрозы убийством, на них идет постоянный психологический прессинг. При этом отморозки из НОД прекрасно знают, что им за это ничего не будет. Они пользуются покровительством со стороны полиции. Вот, например, активист НОД из Новгорода по имени Слава Капач. В январе, накануне протестных митингов, он публично в Твиттере угрожал мне убийством. В соцсетях он позирует с оружием и хвастается, что участвовал в боевых действиях. Так что подобные угрозы следует воспринимать всерьез. Вы понимаете, что если бы активист оппозиции написал что-то подобное в адрес члена Единой России, то через пару дней к нему ломился бы ОМОН и парень уехал бы на зону по статье «Экстремизм». Но в случае с НОД и Федоровым все иначе. Мое заявление в полицию уже полгода пересылают из одного кабинета в другой, никаким уголовным делом и не пахнет. А Капача этого даже не допросили. Ну то есть понятно, экстремизм это когда ты выступаешь против власти. А если делаешь все то же самое, но против оппозиции, то это уже патриотическая деятельность, поощряемая государством. И если называть вещи своими именами, то с моей точки зрения НОД — это самое настоящее экстремистское сообщество, которое действует в интересах правящей группировки и под прикрытием правоохранительных органов. Вокруг Евгения Федорова собираются психически нездоровые, агрессивные люди. Их накачивают пропагандой ненависти и указывают на врагов. Вот за эту грязную работу Федоров и получает награду. Место в руководстве Единой России, кресло депутату Госдумы, зарплату в 450 тысяч рублей в месяц, аппарат помощников и прочие привилегии. В этом году он снова идет на выборы. Единая Россия не рискнула выдвинуть его по одномандатному округу, прекрасно понимая, что он проиграет даже табуретки. Но Федоров занял второе место в списке партий по Карелии и Мурманской области. Вы знаете, я не раз бывал в этих регионах и с большим уважением отношусь к людям, которые там живут. А вот Единая Россия, судя по всему, этих людей презирает. Потому что только презрением можно объяснить то, что Карелии и Мурманску навязывают такого карикатурного, позорного депутата. Так что, дорогие мои карелы и мурманчане, вы уж, пожалуйста, не подведите. Вся страна на вас смотрит. Регистрируйтесь на сайте умного голосования и 19 сентября приходите на выборы. Голосуйте за любую партию. Но ни одного голоса не отдавайте Единой России депутату Федорову. На этих выборах вы — санитары леса. Вычищайте безумца из Думы и побрызгайте освежителем воздуха, чтобы даже духа его там не осталось. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, чтобы больше людей увидело его в рекомендациях Ютьюба. Делитесь роликом в соцсетях, подписывайтесь на мой канал, становитесь спонсорами канала, чтобы поддерживать его работу. До новых встреч!